В Цивильском и Янтиковском районах создадут комфортные условия для развития среднего и малого предпринимательства. Туризм, строительство агротехнопарка, ремонт дорог требуют финансового вложения. Перспективы двух муниципалитетов обсудили на Высшем экономическом совете. В Цивильском районе 970 субъектов малого и среднего предпринимательства. Район занимает шестое место в регионе по обороту крупных и средних организаций, четвертое место по объему строительства и первое место по полной занятости населения. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики на 2020-2024 годы в районе планируется создание агротехнопарка. Это позволит ввести в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, привлечь инвесторов по переработке сельхозпродукции и создать новые рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы промышленные предприятия, предприниматели чувствовали себя выгодно, комфортно с экономической точки зрения и в сельских районах, тем более нам даже важнее рассредоточение для закрепления трудовых ресурсов, производительных сил. Конечно, большая надежда связана с агротехпарком и надо бы нам активнее начать эту тему двигать. В Цивильске планируется развивать и туризм. Там расположен Тихвинский женский монастырь. Традиционно проходит ярмарка. Также поступило предложение по привлечению молодежи в район. Как показала практика, вот была, например, в Канаше, где не так давно открылся IT-куб. И насколько это привлекает вообще молодежь, людей, детей. Это становится таким центром притяжения, развития. IT-кубы уже получают заказы от реальных предприятий. Старшеклассники уже практически работают в этой отрасли. Поэтому здесь тоже я хотела бы предложить Сергею Федоровичу обязательно обратить на это внимание и открыть такой класс специализации IT уже в Цивильской школе. В Яндиковском районе успешно развивается сельский туризм. Он представлен двумя базами отдыха – Паснерка и Медвежий угол. Но отсутствие дороги затрудняет подвоз туристов и, соответственно, дальнейшее развитие. Еще одна проблема – сокращение численности населения и отток молодежи. Для решения проблемы, отмечают руководство района, необходимо создать дополнительные рабочие места с достойной зарплатой, создание комфортных условий для проживания. На территории района имеются у нас полезные ископаемые – это известняк и глина. Имеется потенциал для реализации инвестиционных проектов по их добыче. Район имеет удобное транспортное сообщение, как уже говорилось, на 20 километров до Канаша. Имеется возможность обеспечения дополнительными мощностями электроснабжения и газоснабжения для потенциальных инвесторов. Разработан инвестиционный паспорт Дианитовского района. На сегодняшний день мы готовы предложить инвесторам 9 свободных производственных площадок. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы привлечения инвесторов в район, отметили участники заседания. Проблемы строительства дорог тоже должны быть решены. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.